Тема сегодняшнего видео, как приготовить какао и какой должен быть настоящий какао-порошок. Какао это лепиток, который готовится на основе какао-порошка, который в свою очередь делается с какао-бобов и взбивается вместе с молочком. Чаще всего какао покупают для деток, либо же для тех людей, которые не сильно любят кофе. На самом деле какао владеет очень большими полезными свойствами, а в нем очень много антиоксидантов и полезных минералов и веществ. Поэтому если вы любите этот напиток, то вам нужно запомнить главное правило, что нужно пить какао на основе настоящего какао-порошка. Чем же отличается какао-порошок настоящий от химического? Сейчас об этом я немножко вам расскажу. Приведу несколько критериев, которые отличают настоящий какао от заменителя какао-порошка. Первый основной критерий – это не алкализированный какао. То есть какао должен быть не алкализированный. Что это значит? Это значит, что он не обрабатывался, он не проходил никакие методы обработки, в него не добавлялись химические вещества, такие как усилители вкуса, красители и так далее. То есть это настоящий какао и на упаковке должна стоять эта пометочка. Вторым важным критерием, который также пишут на упаковке – это жирность какао. Это также безумно важно, поскольку настоящим какао считается какао-порошок с жирностью от 18% до 22%, то есть главное не ниже 18%. Настоящий какао-порошок имеет темный насыщенный цвет и дает немножко горчинку, горчинку такого темного шоколада. По консистенции также порошок должен быть однородный, без комочков, без каких-то добавлений и без добавления сахара. Если вы видите, что в какао есть добавление сахара, это уже химический состав, то есть это не настоящий какао. И, наконец, маленький лайфхак от меня, как определить настоящий какао-порошок от суррогата. Разотрите какао-порошок на пальцах, если он полностью не осыпался и на пальцах остался жирноватый немножко след, тогда да, это настоящий какао-порошок, его можно покупать. И сейчас я перемещаюсь в the bar, чтобы показать вам, как приготовить напиток на основе настоящего какао-порошка. Итак, я переместилась в the bar и сейчас расскажу, что нам нужно для приготовления какао. Первое – это какао-порошок, у нас он находится в банке, чтобы не рекламировать никого. Второе – молоко, стакан для подачи какао и маршмеллоу, чтобы украсить уже готовый напиток. Для начала мы подогреваем 50 мл молока, чтобы всыпать туда какао-порошок, и он хорошо растворился без комочков. Немножко подогреваем молочком. После чего мы можем всыпать сюда уже какао, потому что он хорошо растворится и не будет никаких комочков. Берем обычную деревянную мешалку и перемешиваем какао с молоком, чтобы образовалась однородная масса. Доливаем молочком и начинаем процесс пивания. Какао нужно прогревать до температуры 65 градусов, приблизительно такая же температура, как и для выпивания молока для капучино. Можно немножко теплее, если на улице зима. Звук, конечно, у нас неприятный, но для какао характерный. Вливаем какао в наш стакан. Если вы используете настоящий какао, который делает добавление сахара, нужно спросить у человека, может он хочет подслащенный. Для чего вы можете уже в молоко, которое взбиваете, добавить несколько стиков сахара. Но если вы готовите какао для диеток, то лучше все-таки сахар в ней бросать, поскольку будет очень сладко, ну и не совсем полезно. И декорируем напиток маршмеллоу. Маршмеллоу это маленькие зетирки. Можете увидеть, у нас они разноцветные. Можно это делать ложкой, а можно вот такими вот щипцами для удобства. И вот наш напиток готов к подаче. Готов к подаче, задекорирован. И обязательно кладите ложечку, поскольку можно съесть паршмеллоу. Очень вкусно. Всем сладкой жизни. Спасибо. Спасибо.